Целая эпоха фотографий. 91-летний ветеран войны Василий Назарович Каноненко рассматривает пожелтевшие от времени снимки. Источностью называет имена и должности боевых товарищей. Мужчина много повидал на своем веку. На фронт ушел добровольцем. Едва ему исполнилось 18. Летом 42-го начались его фронтовые будни. Сражался в ожесточенных боях под Воронежем и Сталинградом. Он был дважды ранен. Прошел Румынию, Болгарию, Венгрию. Победу встретил в Вене. В 46-м году был комиссован из армии. Причиной стала контузия от взрыва вражеского снаряда. Василию Назаровичу были присвоены множества медали. Одной из наград – Орденом Красной Звезды, полученной в 1943 году за уничтожение пяти немецких пулеметов, мужчина по-особенному гордится. Нельзя было в пехоте пройти, если уничтожишь пулемет. Пушку не затащишь. А у нас минометы были разборные. Ночью копали на передовой несколько окопов. Точки немецкие были, с бельдажей они вели огонь. И мы уничтожали эту точку. И сразу перебрасывались на другую сторону. Потому что эту точку засекали и сразу открывали огонь. И в 1956 году пошел учиться. Потом его направили в Сочи на строительство лагерей и домов отдыха. Позже был назначен директором пансионата «Морская даль». Проработал в этой должности до 1998 года. Вышел на пенсию и еще 20 лет трудился в общежитии ДОСААФ, заместителем начальника по хозяйственной части. У него 4 внука и трое правнуков. Самое важное в общении столь разных поколений считает ветеран – сохранение исторической памяти. Именно поэтому Василий Назарович активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Проводит уроки мужества с подрастающим поколением, участвует во многих мероприятиях. Он любит пошутить и посмеяться, ведет активный образ жизни, поддерживая в своем теле здоровый дух. Ежедневно ветеран делает зарядку, поднимает гири по 5 килограммов и многое другое. Каждое утро я занимаюсь... От помощи соцслужб, которые ему зачастую предлагают городские власти, ветеран категорически отказывается. Говорит, что и сам прекрасно справляется. Он ловко орудует на кухне и на зависть любой домохозяйки. А в его квартире идеальный порядок. К 9 мая подшифтные организации совместно с администрацией курорта сделают ремонт в квартире ветерана. Не обойдется и без подарков. Крупной бытовой техники.